В данном мастер-классе мы рассмотрим абстрактный дизайн с цветочными элементами. Вся работа будет выполняться на материалах лавли. Для фона я выбрала серый, светло-серый оттенок 0.93, высушиваю в лампе и на липкий слой выполняем фольгой кракелюр. После чего перекрываем матовым топом. Высушиваем в лампе 1 минуту. Снимаем липкий слой. И будем выполнять наши линии гель-краской от лавли. Гель-краска не имеет липкого слоя, поэтому мы можем работать сразу поверх топа. Задаем две направляющие толстенькие линии. Стараемся сделать их одинаковыми по толщине. И от них уже вытягиваем несколько тоненьких. Просушиваем в лампе. Далее нам понадобится скульптурный гель для наших цветочных элементов. Также мы будем работать с зубочисткой. И я выбрала кисточку с коротким жестким ворсом. Зубочисткой набираем небольшое количество геля. Вот такой вот шарик для лепесточков. Лепесточки у нас будут крепиться в пересечениях линий. Сверху будет один цветочек. Снизу будет два цветочка друг за другом. Это я сразу понимаю, где что у меня будут располагаться, какие элементы. И работаю конвейером. Сверху лепесточек. Снизу лепесточек. С промежуточной просушкой. Зубочисткой намечаю. И кистью выглаживаю лепестки. Так, чтобы к серединке наш материал практически сошел на нет. Серединка цветочка будет прямо на нашей черной линии. И также она засветится. Так как материал в этой зоне будет очень тонкий. Серединка наша будет просвечивать черный цвет. К свободному краю лепесточка. Материал становится белый, плотный. Выглаживаем наши листики. И отправляем на промежуточную просушку на 10 секунд. Кисть промываю очистителем от лавли. Он замечательно промывает кисть. При этом ворс не страдает. И продолжает также замечательно работать. Материал не скатывается у нас на кисти. И не берется комками. Продолжаю конвейером выполнять лепесточки с промежуточной просушкой. Вверху добавляю третий листик. Это окончательный цветочек. Снизу у меня будет два цветка. Два листика на дальнем плане. И цветочек из трех листиков будет на переднем плане. Вот верхний цветочек у нас уже закончен. Трехлистник. Здесь мы уже начинаем формировать второй цветочек переднего плана. Также к серединочке расплющиваем. Каждый лепесточек я выполняю с промежуточной просушкой в 10 секунд. Следим за тем, чтобы листики у нас имели одну форму. Соответственно, материалы набираем одинаково. Чувствуем, что много. Зубочистка я сразу прибрала. Также следим за чистотой кисти, чтобы в кисти не было никаких комочков геля. Вот начинаю расплющивать лепесточек. Чувствую, что много. Если я его сейчас доведу до толщины, как мне нужно, он будет слишком большой. Убираю лишнее. И кистью формирую. Формирую и серединочку отжимаем. Отправляем сушиться в лампу. После того, как наши цветы полностью высушены, хочу добавить несколько текстурных элементов на наш фон. Также зубочисткой набираю материал. Формирую шарик. Так будет удобнее нам выложить гель на ноготь, прикрепить его. И как раз вот в этот уголочек выкладываю материал. И кисточкой растаптываю его. Следим за тем, чтобы гель не попадал на наши линии черники. И свожу материал на нет. Можно помочь себе пальчиком. Зубочисткой под углом 90 градусов формируем дырочки. Очень аккуратно раскручиваем. Дырочки делаем большие, маленькие, средние. Чтобы у нас не просто однородные были, а такие. Где-то побольше, где-то поменьше. И подчищаем нашу линию. Фон наш подчищаем, чтобы нигде не осталось остатков пластилина. Если он высохнет, то будет не совсем чистая работа. Поэтому перед тем, как отправить лампу, подчищаем. И такой же элемент хочу добавить внизу. Вот в этом промежутке между двумя линиями. Также беру небольшое количество материала и наношу зубочисткой. Распределяю прям зубочисткой в зоне, в которой буду работать. И уже помогаю себе кистью просто выгладить материал. Зубочисткой сразу и высоту счищаю лишнюю. Кистью просто выглаживаем. Отправляем бока. И также добавляем дырочек. Отправляем сушиться в лампу. Также хочу задать серединки нашим цветочкам вот таким вот серебряным гелем Shine. Это фольгированный гель. Стразы здесь будут смотреться очень крупно. А вот такие маленькие капельки геля прекрасно дополняют серединку наших цветочков. Завершаю дизайн. Рамочкой по периметру ногтя. Так дизайн мне кажется будет смотреться более законченным. Я вообще люблю, когда графика у нас имеет окантовочку. Высушиваем в лампе и наш дизайн готов. Вся работа у нас выполнялась на материалах лавли. Для объемных элементов мы использовали скульптурный гель от лавли. Гель очень приятный в работе. Не рвется, не берется комочками. Лепить им одно удовольствие. Для того, чтобы приобрести материалы, вы можете обращаться к представителям в вашем городе. Спасибо за внимание. До новых встреч.